Приветствую вас и смотрите какая получается у вас ситуация Ваш начальник испытывает к вам определенные чувства И поскольку он мужчина, он хочет чтобы вы были его Он хочет чтобы вы обращали на него внимание Он хочет чтобы вы проявляли к нему такую же симпатию Как ему кажется правильным Потому что для него наверное при высшей гордости Проявлять инициативу самостоятельно по отношению к вам И мужчина хочет, откровенно хочет чтобы вы изъявляли к нему симпатию сам При этом его очень сильно напрягает и раздражает тот факт Что вот у него к вам чувства есть А у вас к нему судя по всему чувств нет Или есть, но вы их выражаете, ну скажем так Не совсем правильно, не совсем верно Не совсем так как ему того хочется И дело здесь конечно в том, что ваш начальник Наверное во первых привык во всем Ну привык во всем получать то что он хочет Да, привык во всем быть первым, главным и так далее Во вторых начальник очень авторитетный Очень, как бы это сказать Очень горделивый и эгоцентричный человек Эгоцентричность означает Что мужчина, собственно говоря Не приемлет мнение другого, другого, иного Кроме его самого, кроме его самого мнения Не приемлет И вот этот момент заставляет его Считать, что вы не по-бравому Ему относитесь То есть он, как бы имеет к вам определенное чувство Он считает Что вы об этих чувствах его Мягко говоря Должны как-то знать Должны понимать их И идти к нему первой на встречу Понятно, что этого не будет Потому что вы замужем И это его очень сильно отображает Почему он вас обижает? Потому что, когда он вас обижает Он как бы принижает вас Он показывает вам А через вас показывает себе Что вы ему дороги Не так сильно, как он это чувствует То есть, я надеюсь Вам понятно Что мужчина, когда обижает вас Пытается как-то За ваш счет Самоутвердить Пытается за ваш счет Убедить себя в том Что вы Ну, не так уж сильно ему и нужны И если у него Это, допустим Получается То он на какой-то момент Правда, ведет себя холодно Но Со временем Вот это чувство Когда он понимает Что вы ему не привлечите Хотя он Считает, что вы Должны ему принадлежать Обостряется Ему вновь требуется Вас обидеть И чтобы С одной стороны Вступить с вами В контакт С другой стороны Чтобы За счет вас Почувствовать что-то Что нужно ему Что именно Почувствовать Это уже Зависит от мужчины То есть Может быть Ему важно Почувствовать Что вот Просто Между вами Подошел контакт И его Потребность Его желание По отношению к вам Это удовлетворяет На время Может быть Мужчине важно Как-то Как-то унизить вас Чтобы За счет вашего Унижения Получить то Что он хочет То есть Говоря О том Может ли мужчина Любить Женщину И одновременно Обещать ее Да Может Если он Любит ее Для себя Вопрос Значит Который Вы задаете Вы говорите Вы пишите Если бы У него И правда Быть Ключицу Он не обещал До меня Наоборот Мне бы это Помогало В работе То есть Вы хотите Сказать Своей Второй Частью Вашего Предложения Что если бы У мужчины К вам Были бы чувства То он бы Вам Всячески Делал бы Всяческие Поблажки В работе Но тогда бы Это Было бы Слишком очевидно Слишком очевидная Симпатия С его стороны И при этом Явно Безответная Потому что Вы замужем И вы особо На отношениях С ним Не рассчитываете Или Рассчитываете Этот вопрос Тоже Нужно Вам Для себя Понять Не менее Важный Аспект Согласно Которому Если бы У него Как вы Пишите Были чувства Он не обижал вас Да Это было бы так Если бы Он был человеком Который Любил вас Исключительно Для вас Жил То есть Это Классическая Любовь Когда человек Хочет Делать Другого Счастливым Хочет Делать Любимого Человека Безусловно Счастливым Безусловно Свободным Безусловным Безусловно И Значит Непринужденным И так далее И вот Именно Так И обстоят дела Но ваш Мужчина Любит Вас Если любит То любит Вас Любовью Достаточно Эгоистичной К сожалению И Именно Поэтому Нельзя Говорить О том Что Он Не будет Вас Обижать Если У него Есть Чувства То есть Как раз таки Тот факт Что он Вас Обижает И Является Проявлением Его Неравнодушия К вам Является Проявлением Его Особого Отношения К вам И Именно Этот факт Достален Говорить о том Что он К вам Неравнодушия Да Подобное Отношение Это Не Хорошо Подобное Отношение Это Не Здорово И Мужчину Подобное Отношение Безусловно Не Красит Но Вряд ли Можно Говорить О том Что Мужчина Сможет Как-то Изменить Своё Положение Мужчина Сможет Изменить Своё Отношение К вам Сам Раз Это Длится Уже Какое То Время Соответственно Из Что у вас Есть Два Пути Решения Этой Ситуации Первое Решение Этой Ситуации Воспринимать Именно Его Обиды Как Такой Знаете Такой Своеобразный Способ Привлечения К себе Внимания То Я Обижаю Чтобы На Меня Обратили Внимание Чтобы Обо Мне Думали И В этом Контексте Он Своей Цели Добился Потому Что Вы Нам Написали И Если Вы Нам Написали Значит Вы О Нем Думаете Значит Он Своей Цели Добился Как Или Иначе Ваши Мысли Посвящены Ему Если Не Все Не Помнят За То Как Это Часть И Это Для Его Победа Пусть Даже Он Об Этому Не Знает Но Это Его Победа Либо Вы Будете Воспринимать Его Обиду Как Что Мальчишеское Что Несерьезное Что Детсадовское Видя За Ней Причину Как Б Да Того Что Он Вас Любит К вам Неравнодышит Либо Вы 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 Детсадовского Человека На разговор И Говорите Ему О том Что Вы Собрали Воедино Все Моменты Когда Он Вас Обижал И Поняли Такую Простую Вещь Что Нет Другого Мотива Для Подобного Поведения Непрофессионального Поведения Неведливого Грубого Поведения Чем Какие Либо Чувства К вам И Постарайтесь Откровенно С ним Поговорить Выяснить Отношения Прийти Какому-то Решению То есть Либо Вы Даете Ему Надежду Либо Вы Надежду Мне Оставляете И Тогда Уже Как Был Для Мужчина Все Ясно Не Факт Что Его Поведение Изменится Но По крайней Серьезе Между Вами Все Будет Выяснено И Не Останется Недоговоренности Своей Стороны Вы Можете Быть Спокойны Что Вы Сказали Все Что Хотели Вы Выразили Максимально Вы Выразили Лич Максимально Откровенно Максимально Полно И Этого В принципе С вашей Стороны Достаточно Если Мужчина Этого Не Приняла Это Его Проблемы Но Такое Его Поведение Срепить Нельзя Если Оно Вредит Вам Если Оно Вредит Вашей Работе Если Оно Обещает Оскорбляет Вас Вы Имейте Право Пожаловать На Него В Рамках Трудового Законодательства В Рамках Трудовых Отношений Вы Имейте Право Не Оставлять Это Просто Так И Безнаказанно Пожалуй Отдельным Пунктом Мне Хотелось Лишь Отметить Что Насколько У вас Все Хорошо В Вашем Браке Если Вы Готовы Принять Помощь По Работе От Человека Который К вам Неровно Дышит Это Наводит На Мысль О том Что Вы Могли Бы Принять Не Только Помощь По Работе А Соответственно Если У вас Не Все Хорошо В Браке То Между Вами И Начальником Вполне Може Что Быть Тогда Вам Нужно Ответить Себе На Вопрос В Какую Сторону Вы Будете Двигаться Либо Вы Начнете Решать Проблемы С Вашим Мужем Будете Пытаться Гармонизировать Отношения В семье Либо Вы Будете Отдаваться От Мужа И Сближаться С Начальником Уверен Если Вы С Ним Вблизитесь То Обиды Прекратятся Ему Не Нужно Будет Это Он По Другому Будет Выражать Свои Эмоции Вам Решать Вам Также Что Делать Ваш Выбор Не Считаю Что Есть Какой То Правильный Или Неправильный Выбор Нужно Делать То Что Вы Сами Для Себя Считаете Наиболее Приемлемым В Данной Ситуации И Это Будет Самый Верный Выбор На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Лучшим Желаю Вам Всего Добра И Удачи